Сказка «Ёжик в тумане» Сергей Козлов По вечерам ёжик ходил к медвежонку в гости считать звёзды. Они усаживались на брёвнышке и, прихлёбывая чай, смотрели на звёздное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды медвежонка. А слева — ёжик. Сначала ёжик шёл полем, где его окружила стайка ночных бабочек-подёнок. Потом вошёл сосновый лесок. А когда вышел, за ним уже крался филин, растопырив крылья. Но ёжик его не заметил, унёс медвежонку в малиновое варенье и смотрел в небо. «Звезда!» — вдруг остановился ёжик. Филин чуть не налетел на него и тоже уставился в небо. «И в луже звезда!» — сам себе сказал ёжик, увидев её отражение. Филин тоже наклонился над лужей, но ничего кроме себя не увидел и, рассердившись, рыхлил своей мохнатой лапой воду. А ёжик уже глядел в тёмный старый колодец. «Угу!» — крикнул ёжик. «Угу!» — загудел в ответ старый колодец. Ёжик спрыгнул на землю и на ходу гукнул, словно бросил камушек. «Угу!» И Филин проходил мимо колодца, тоже крикнул. «Угу!» — и остановился удивлён. Колодец ему ответил. «Угу!» Филин сгромоздился на сруб колодца и снова крикнул. «Угу!» И колодец в ответ гулка. «Угу!» Филин хихикнул, и они заухали, прислушиваясь друг к другу. Филин и старый колодец. А ёжик со своим узелком уже семенел дальше, сам про себя беседуя с медвежонком. «А я ему скажу, а я тебе малиновое варенье принёс. А он мне скажет, вот и самовар простыл. Надо бы веточек подбросить этих, ну как их, можжевеловых. А я ему скажу, а я ему скажу, а я ему скажу!» И вдруг застыл. Прямо перед ним из тумана выплыла белая лошадь. «А интересно, — подумал ёжик, — если лошадь ляжет спать, она захлебнётся в тумане?» И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. «Вот ничего не видно, и даже лапы не видно!» «Лошадь!» — позвал ёжик. Но лошадь ничего не сказала. И тут на ёжика обрушился сухой лист. Ёжик от испуга закрыл лапами глаза, а когда выглянул из-под листа таинственно, покачивая своим домиком, уплыла в туман улитка. Ёжик опасливо приподнял сухой лист и совсем рядом услышал дыхание. Вздымая боками и раздуваясь до неба, задышал слон. Или это был не слон? Ёжик аккуратно положил лист на место и, пятясь на цыпочках, ушёл в туман. А из тумана выглянула большая, добрая лошадь. Голова вкусно пофыркала и хрунтила травой. Фр-р-р-р-р-р, вздохнула лошадиная голова, и сухой лист, как живой, изметнулся и отполз в сторону. Где-то вдали зазвенело, и вдруг з-з-з-з. Но головой ежика прянуло, и мгновенно пропала летучая мышь. Ежик даже не успел перепугаться, а вокруг него затрепетала, засеребрилась легкая стайка ночных бабочек-поденок. — Хе-хе, 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 — передразнил ежик и даже пробежал следом за ними, подпрыгнул, замахал лапами, представив себя ночной бабочкой, но вдруг замер, прижав узелок. Из тумана, как из форточки, выглянул филин и ухнул. — Хе-хе, 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 — и растворился в тумане. — Псих, — подумал ежик, — поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед. Палка, как слепая, блуждала в темноте, пока не уперлась во что-то твердое. — Тук-тук! — постучал ежик, положил узелок и, беря по палке лапами, увидел перед собой дерево с огромным дуплом. — А-а-а! — осторожно! — выдохнул в дупло ежик. — А-а-а! — загудело дерево. Ежик попятился и вдруг вспомнил про узелок. Он метнулся назад, обижал дерево, крутнулся на месте. Узелка не было. Дерево медленно заволокло туманом. Ежик остался один. — Е-о-о-о-о-жик! — будто с края земли донесся чей-то крик. Туман сгущался вокруг ежика. Ежик сорвал травинку, на которой сидел светлячок, и, высоко подняв ее над головой, как со свечкой, наклонясь и, вглядывая себе под ноги, попрел в тумане. Деревья, как мачты, тонули во мгле. Светлячок маленький, зеленый маяк, еле-еле теплясь, покачиваясь в тумане, освещал дорогу. Ну и он упал в траву и погас. Стало совсем темно. Туман закружился вокруг ежика, и ежик побежал. Ему казалось, что из тумана за ним несется огромная улитка, летучая мышь. Филин! Задышал слон. Обрушился лис из дерева. Ежик упал в траву и закрыл лапками голову. Но тут из тумана появилась собака. Она положила перед ежиком узелок, зевнула на всю собачью пасть и пропала в тумане. Издалека донесся голос медвежонка. — Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Я в реке, — похолодел от страха ежик, и немного погодя решил, — пускай река сама несет меня. Он глубоко вздохнул, и река понесла его вниз по течению. Высоко в небе горели звезды. Над ними проплыла голова лошадь. Где-то, далеко, тоненько играла балалайка. — Я совсем промок. — Я скоро утону, — подумал ежик. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. — Извините, — бесшумно спросил то-то, — кто вы и как вы сюда попали? — Я ежик, — тоже беззвучно ответил ежик. — Я упал в реку. — Тогда садитесь ко мне на спину, — беззвучно проговорил то-то. — Я отвезу вас на берег. Ежик сел на чью-то широкую скользкую спину и через минуту оказался на берегу. — Спасибо, — вслух сказал ежик. — Не за что, — беззвучно сказал кто-то, — кого ежик даже не видел и пропал в волнах. Ежик с узелком сидел на бренышке и смотрел прямо перед собой остановившимися глазами. Послышались чьи-то торопливые шаги. — Ежик, где же ты был? — вплюхнулся рядом с ним запыхнавшийся медвежонок. — Я звал, звал, а ты не откликался. Ежик ничего не сказал. Он только чуть-чуть скосил глаза в сторону медвежонка. — Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслица плетеная придвинул, чтоб удобней звезды считать было. Вот, думай, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих, как их, ну, можжевеловых, — медленно сподсказал ежик. Можжевеловых обрадовался медвежонок, чтоб ты мог, пах. — И кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет? Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал. Все так хорошо, что мы вместе. А еще ежик думал о лошади. Как она там в тумане? Было тихо. В ночном небе ярко горели звезды. Филин переговаривался с колодцем. — Гу-гу, — говорил Филин. — Гу-гу-гу-гу, — отвечал ему колодец. — Гу-гу, — говорил Филин. — Гу-гу-гу-гу, — гудел колодец. — Гу-гу-гу, — гу-гу-гудел, — гу-гу-гудел. — Гу-гу-гу, — гу-гу-гудел. Звездчак. Продолжение следует...